Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молокова. 16 марта в среду в Чебоксарах начал работать межрегиональный форум по образовательному туризму. И сегодня мы будем беседовать с одним из экспертов, организаторов этого форума, Инной Исаевой. Инна Владиславовна, здравствуйте! Здравствуйте! Инна Владиславовна, скажите, пожалуйста, как возникла идея провести именно форум по образовательному туризму? Ну, насколько, вот на каком этапе я туда попала, вообще это инициатива правительства Чувашской республики, но, в частности, Алла Леонидовна Салаевой, у которой в Москве было предложение в участии вот этого проекта, то есть организация проекта «Живые уроки». И вот под такой поддержкой был собран экспертный совет, куда вошло Министерство образования, Министерство культуры, сообщество учителей, музейные работники и, безусловно, туристические фирмы. И наша задача была вот найти точки соприкосновения для того, как мы будем вот этот проект «Живые уроки» реализовывать. То есть сначала появился проект «Живые уроки», потом идея образовательного туризма? Или это все одновременно? Это все одновременно, да. Появилась ситуация того, что экспедиции, экскурсии уже существуют. Но как так сделать системно, чтобы это были уже такие туристические маршруты, связанные с тем, что… связанные с образованием, то есть с темами уроков по биологии, по экологии, по истории. История, этнография. Конечно, да, этнография, безусловно. И вот создалась такая экспертная группа, в которой мы уже вот с октября месяца все существуем, и очень интересные наработки получили, с которыми мы будем презентовать. Ну, я так понимаю, что вообще вопросы привлечения туристов в нашу республику, они давно стояли на повестке дня, и сейчас решили, ну, грубо говоря, начинать с детей. Если дети поедут, то за ними потянутся и родители, да. И образовательный туризм – вот это вот, это ниша, да, которую мы решили занять, я так понимаю. И здесь пошел опыт вашей гимназии, опыт «Живые уроки». Да. Расскажите вот про этот проект, про проект вашей гимназии «Живые уроки». Ну, вообще, на самом деле, сегодня по законодательству, по федеральным государственным стандартам, образование не должно заканчиваться только в классе. 30-40-20% времени учитель должен планировать где-то на местах, в музеях, в выездных поездках, в экспедициях, в краеведческих экспедициях, для того, чтобы ребенок через практическую деятельность начинал понимать теорию. Учитель вот в этой практике, когда ребенок что-то изучает, начинает понимать, какой у него дефицит, что у него не получается. И только потом появляется такое некое взаимодействие, когда ребенку становится интересна история. И мы просто, получилось, что первые стали вот это практическое действие совершать. И вот сейчас все это вылилось в то, что опыт пригодился. Пригодился на том уровне, что наши педагоги вот буквально сейчас на этом форуме вместе с музейными работниками в Национальном музее, в музее вышивки, в музее тракторного завода будут презентовать тем туроператорам, которые приедут из страны, как можно так во взаимодействии образования и мест в регионе сделать такую интересную практику, где ребенок становится автором своего образовательного действия. Как давно в вашей гимназии работает этот проект? С чего вы начинали? Где вы уже были? Да. Ну, первое, что мы сделали, у нас есть такой замечательный курс, это «Культура родного края». И понятно, что этот курс можно изучать на уроках, сидеть, читать учебники, пересказывать параграфы. Но вот творческая такая команда учителей, учителей чувашского языка, историков, она, значит, сделала такой шаг, когда эти уроки изучаются в течение всей недели. Ребята выбирают по интересу, что они будут изучать. Промышленность чувашия, культуру чувашия, театры чувашия, партии, региональные партии, которые существуют. И в течение этого модуля они выходят на площадки, делают такую интересную сборку и потом презентуют это в качестве продуктов. Они создают фильмы, они создают мультфильмы, они берут интервью, они создают сайты. Ну, проект, который вообще, я считаю, некий стартап, который можно презентовать, они подумали о том, что на наших остановках с чипами приезжают туристы, чип прикладывают, например, на улице Николаева, исчитывают всю информацию про космонавта Николаева. Джар-код такой. Да, 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 в общем, это была вот такая очень интересная инициатива. Вы уезжали уже с детьми, да, с вашими школьниками? Да, конечно, мы выезжаем обязательно. То есть в рамках вот этого курса у нас идет Марпасад, у нас идет Казань-Булгар, посещение города. Наши ребята выезжают в Алатарь. Они посещают, то есть у них идут исследования рек наших, то есть отсюда выкладывается такое интересное научно-практическое исследование каких-то проблемных зон в республике. То есть обязательно выездные поездки. Ну, в Марпасаде, например, мы изучаем купечество Чувашия. Ну, в Алатаре это, безусловно, православный центр, и нужно смотреть, насколько быт и самобытность этого уездного города, мне кажется, там даже, вы знаете, такой XIX век. И как так сделать, чтобы и сохранилась вот эта историческая основа, и в то же время, я думаю, что вот эта конференция, она позволит уже и провести некую инфраструктуру, когда поедут сюда, я надеюсь, со всей страны. А просчитывали уже, какой ожидается эффект от этой конференции? Да, ну вот смотрите, что происходит. То есть на самом деле в этом проекте участвуют три региона. Свердловская область, Хакасия и Чувашия. Мы первые, кто презентуем завтра свой опыт. И уже едут регионы с соглашениями. То есть итогом этой конференции это соглашение по обмену опытом... По обмену туристами. Да, туристами, детей, семей. И самое интересное, что результатом будет уже вот такой созданный каталог наших маршрутов в Чувашии. И вы знаете, мы не остановились только на этнических маршрутах, исторических, еще сюда были заложены промышленные предприятия. Потому что нужно понимать, что вот этот проект, это возможность дать прирост экономическому развитию регионов. То есть это не просто образование, а еще и привлечение инвестиций сюда. Ну, дети действительно должны знать и о промышленном потенциале каждого региона. Потому что без этого невозможно их дальнейшее развитие какое-то. Они же будут полноценными гражданами потом, которые будут определять экономику страны. Вот об этом и речь. Почему московским ребятам было... Почему бельгийские конфеты, там, я не знаю, на кондитерской фабрике в Европе бываем. Наш окон, который в таком широком тренде находится. И мне кажется, это будет очень интересно, если бизнес поддержит и откроет двери для ребят, чтобы они увидели промышленность. Ну, в общем, масштабное мероприятие ожидается. Завтра уже начнутся, я так понимаю, пленарные заседания. Что это будет? И может ли обычный гражданин, проходя мимо, зайти, посмотреть, познакомиться с этим? Да, будет пленарное заседание, где как раз и будет презентация вот этих стратегических инициатив, как сделать въездной и внутренний туризм, во-первых, привлекательным, во-вторых, это для экономического прироста регионов. Вторая задача – это некий воркшоп, когда каждое наше турагентство представляет те места, интересные места в Чувашской республике турагентством России, странной. И мы как школа тоже взяли площадку, где будем презентовать свой летний отдых. У нас есть претендент, такой российский тренд, это компетентностная олимпиада образовательная, на которую пять лет уже съезжаются ребята с севера, и происходит такое совмещение летнего отдыха и образования. И вот мы завтра подарим такие маленькие кейсы туроператорам, говоря о том, что, пожалуйста, Чувашия может принимать ребят еще и на летний отдых. Вот этот воркшоп даст возможность раскрыть привлекательность Чувашии. И, насколько мне известно, будет и медицинская презентация, потому что огромное количество… – Натурно-курортное лечение. – Да, конечно. Это просто такой эффект для того, чтобы в стране узнали, что в России есть место, куда нужно ехать. – Я надеюсь, что действительно конференция принесет очень большой эффект, в том числе и в экономическом плане, и в образовательном, и в культурном. Спасибо за то, что пришли к нам. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был один из экспертов, организатор межрегиональной выставки по образовательному туризму Инна Исаева. До свидания. – До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова